здравствуйте здравствуйте меня зовут людмила от жигирей фамилия и вы за границей да в данный момент я нахожусь в европе вы вышли весной или феврале вышли из тюрьмы и говорите вас опять ищут до 24 февраля 2020 года решением суда районах инчешт я выиграла дело по условиям содержания и не был сокращен срок на 565 дней но до конца моего срока мне оставалось полтора месяца и меня освободили этот пятьсот чем-то дней полтора года до полтора года только я с ними судилась вот они мне сняли полтора года под конец мой срок его срока прошу прощения да когда сидели почти весь срок да у меня был срок 4 года я простила три года и 10 месяцев ну и почему еще то 5 сегодня мне моя мама прислала фото повестки районах инчешт что меня очень удивило до прислала мне по вайберу что до 5 4 июня в 10.30 явилась в комиссариат районах инчешт следователь вирджиния русна в качестве обвиняемый по статье 322 часть 1 укрм это статья означает передача запрещенных веществ наркотических веществ в пенитенциарные учреждения как это могло произойти я я не понимаю потому что я вышла 24 февраля и 6 марта я уже покинула республику я ни с кем не встречалась не считая только паспортных паспортный стол в общем там и было там где нужно было собирать документы для загранпаспорта и до и до этого никаких разговоров с полицией насчет я разговаривала с родителями не было да не я разговаривала с родителями в общем никаких звонков никаких приходов вызовов со стороны органов полиции оперативных сотрудников не было да насколько мне известно так как я просидела такой срок как бы для меня он не маленький для каждого заключенного свой срок он не маленький много чего вычитала много чего выучила до пищем вызвать человека в качестве обвиняемого его должны допросить качестве подозреваемого я так знаю я тоже так знаю вот не знаю мы связались с адвокатами в общем адвокаты сказали что подъедут и узнают дело в том что просто это очень такое загадочное непонятное для меня дело что я уже решила обратиться к народу к телевидению не знаю к людям потому что многие думают что те кто сделал тюрьме это уже не люди нет это не так потому что очень много людей сидят по административным делам по вообще сфабрикованным делам да и сидят нами нуждаются в помощи мне помимо того что на сегодняшний день меня обвиняют в данной статье да когда я вообще не нахожусь в стране на протяжении двух лет в районе хренче что суди с ручану валентина находились мои дела помнисти а она должна была применить не и по 92 это замена не от этой части наказание на более мягкую почему-то эти дела пропали у меня так и не было судов два года я ждала даты назначались переносились меня не конвоировали на эти суды и потом просто исчезли с радаров и не жаловались магистратуру в прокуратуру жаловалась жаловалась писала в министерство юстиции писала в совет магистратуры не отвечали что это не в их некомпетенции поэтому я я не знаю что мне делать я не знаю еще единственный шанс наверно обратиться здесь потому что я в европе здесь ближе к европейскому суду я уже думаю здесь подавать какие-то жалобы потому что это уже перешли все рамки дозволенного просто вот так взять обвинить человека который не находится в республике обвинить в это очень тяжкое преступление передать наркотические вещества осужденным в пенитенциарное учреждение и я так рвалась за свободу вы помните как я слезно плакала что меня должны были отпустить 5 февраля продержали до 24 опять же по непонятным мне причинам да вот взять и совершить такое преступление я наоборот уехала уехала оттуда для того чтобы начать новую жизнь тут отправляли посылки нет посылок нет ни посылок ни передачи нету ничего ни телефонных звонков осужденным не менее 5 них у меня ничего не было я как вышла я задалась целью сделать паспорт и покинуть республику все для того чтобы здесь начать новую жизнь странно потому что насколько тоже я знаю если допустим в посылке или в передаче что-то запрещенное находят допустим если в посылке находят до человека же нет на тот момент в пенитенциаре да кто делал эту посылку они смотрят она там такой-то такой-то человек сделано по такому-то адресу проживать все оперативные сотрудники приезжают и забирают на допрос ничего такого не было плюс эта повестка что пришла там сразу внизу вот эти угрозы если вы не придете вас заштрафуют приведут насильно ну так по закону да чтобы знали что следует за этим мог кто-нибудь отправить посылку с вашего имени имени такое я думаю невозможно потому что нужно предоставлять паспорт когда отправляешь посылку я не думаю если из молдовы и даже нигде не просят никакого паспорта просто пишешь имя отправляешь у меня дело в том что кроме моих родных близких родных до родителей брат сестра муж у меня никого нету я вообще могли это не встречалась ваши недруги могли это делать чтобы допустим реального отправителя возможно это это да но для того чтобы как говорится предъявить обвинение человеку до этого нужно было разбираться разбираться никаких не было повесток ранее по до сегодняшнего дня не было потому что как бы если что-то приходит мне родители звонят говорят и вы четвертого не намерены поехать домой у меня нет возможности у нас на первом закрытой границе нет домой можно ехать сразу ставим карантин как тут у дело в том что нет очень тяжело по фейсбуку я тоже разговаривал узнавала по счет транспорта можно ли выехать и сколько это будет стоить и что творится на таможнях и как люди спят по две по три сутки там на румынских таможнях и сложно проходят ее это одно второе у меня контракт рабочий и вот так вот брать и рвать ломать все свои планы и свои цели и мечты которым я иду из-за вот этого дела сфабрикованного я не вижу смысла а написать полиции или отправить адвоката какого-нибудь можно да с адвокатом уже связались естественному туда подъедет 4 числа потому что мне очень интересно фамилии имена кто замешан в этом деле то что там писал кому пришла посылка какое наркотическое вещество передавалась такой именно делать день передавалась число дата меня очень интересует может просто гречка там было не знаю что там было просто дело в том что проблема нашей республики что нам очень тяжело доказать свою невиновность хотя не мы должны доказывать должны доказывать прокуроры на виновность нашу они мы невиновность с этим очень сложно бороться я не знаю очень девочки которые выходят освобождаются тоже с решениями заключения не боятся что-либо делать боятся ходить писать потому что вот элементарно как со мной поступили да они знали что я буду с ними судиться по поводу их него отношения ко мне как незаконно они меня переправляли с одной тюрьмы в другую тюрьму мне просто прощение что не простила три года 10 месяцев как будто простила ли 20 и вы судите да мы подали европейские хорошо да потому что я не доверяю наш нашим судиме не знаю кому обращаться да но в европейский суд можно обращаться только после исчерпания всех молдавских судов дело в том что я касаемо этого не знаю мне все делать адвокат знает что делать да хорошо я не знаю я тем более просто и это я поделилась заключенными с девочками с которыми я дружил о том что я хочу попасть на тв-8 до наталья дать интервью о том что там происходит как происходит я собрала очень много информации документов и может быть эта информация всплыла дошла до администрации пенитенциара номера 7 русская женской колонии и они таким образом решили мне отомстить я не знаю потому что помимо этого помимо этого дела что вот они мне шьют это шьют я не знаю как по-другому назвать наш юрист алена васильевна пенитенциара номер 7 русская подала протест о том что она не согласна с тем что меня выпустили раньше моего срока на полтора месяца когда я сужусь вообще не с этим пенитенциаром а с пенитенциаром номер 13 вы там сидели я весь почти весь мой срок просидела до пенитенциарном учреждении номер 13 потому что все время судились и нужно потому что все время до осудилась совершенно верно меня незаконно закрывали в карцер там дисциплинарное взыскание без документов без досмотра врачей это происходило постоянно и мне нравилось как я ответила и мне нравилось как я встала все могли там после утренней проверки зайти и сказать он там на таджикирей собрала вещи и пошла могли просто без вещей прийти 10 человек с режима до взять меня под руки и просто вывести с камеры незаконный чтобы после этого оба сделать или как нет не обыск просто не меня закрывали на две на три сутки бывший начальник пенитенциара игорь дмитриевич пынти пугал меня тем что если я буду подавать протест протестовать вот этот карцер то я не буду три сутки сидеть а он нажмет на нужную кнопочку буду сидеть семь суток вот так сужусь и еще с не буду того что это будет очень тяжело доказать что приобрела гепатит c в тюрьме после стоматолога потому что я каждые полгода и до тюрьмы и во время тюрьмы каждые полгода я сдавала анализы и на вич и на гепатит c все было хорошо и в 2019 году я заехал в 2015 потом меня отпустили на домашний арест и 2016 уже заехала со сроком все у меня хорошо 16 17 18 год я здоровая 19 год у меня обнаруживают гепатит c несмотря на то что у меня не было ни длительных свиданий не как не краткосрочных свиданий меня постоянно решали свиданий тогда можно доказать и подали в молдавский суд или сразу же в европейский в молдавский значит у вас есть еще суды там поэтому есть адвокат да круто молодец спасибо за доверие записал все и ставим в интернет держим связь все спасибо большое господин все спасибо спасибо до свидания до свидания